Уважаемые друзья, добрый день. Вы меня слышали? Отлично. Уважаемые друзья, коллеги, мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, по их эффективной интеграции в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство России. Я повторю, несмотря на непростую текущую ситуацию, мы строим и ремонтируем жильё, дороги, объекты, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры, учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта. Налаживаем сельскохозяйственное, промышленное производство. Большую помощь здесь оказывают все регионы нашей страны. Федеральные ведомства и, безусловно, волонтёры, которым особые слова благодарности. Координирующую роль выполняет правительство России. Напомню, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально-экономического развития. Для этого запущена соответствующая комплексная программа до 2030 года, а также утверждена госпрограмма восстановления новых субъектов федерации на 2024-2026 год. Они охватывают самые разные направления и сферы. Значимые результаты есть. Ну, значимые, незначимые, но, во всяком случае, результаты точно есть. За 2022-2023 годы завершены работы на более чем 10 тысячах объектов только по линии федеральных заказчиков. Кроме того, за этот же период более 7 тысяч объектов восстановлены регионами-шефами. Сегодня мы делаем ещё один шаг в этой большой, сложной, но, безусловно, очень нужной людям работе. Открываем учреждения здравоохранения, образования, объекты жилищной инфраструктуры, спорта в Донецке, Реополе и Луганске. К их числу относятся Республиканский перинатальный центр в Донецке. Он рассчитан на 140 коек и 7 тысяч родов в год. В центре 10 отделений, в том числе отделения патологии беременности, реанимации и интенсивной терапии. Родильный блок, блок выхаживания новорождённых, клиника, диагностическая лаборатория. Общая площадь комплекса более 28 тысяч квадратных метров. 28 тысяч – приличный объект. Центр построен в рекордно короткие сроки. И на сегодняшний день это самое современное, оснащённое всем необходимым оборудованием медицинского учреждения по данному профилю в регионе. Его штатная численность – более 620 сотрудников. Это 160 врачей и 290 сотрудников среднего медперсонала. Причём коллектив уже укомплектован почти на 70%. Всё это серьёзный вклад в большую общую работу по поддержке российских семей, рождаемости, формирование высокого общественного престижа многодетности в России. Безусловно, благодарю строителей, всех специалистов, которые участвовали в реализации этого важного социального проекта. Также в Донецкой Народной Республике, в Мариуполе, открывается филиал Волгоградской Академии МВД России. С 1 сентября текущего года в ней начнут учиться около 400 курсантов. Открытие этого учебного заведения – большой вклад в расширение образовательных возможностей региона, в решение задач кадрового обеспечения территориальных подразделений МВД и других государственных штрафов. Также в Мариуполе построен новый жилой квартал. В него вошли 10 многоквартирных домов, общей площадью более 65 тысяч квадратных метров. Это порядка 600 квартир. Ранее это были незавершённые объекты. Теперь после всего проведённого комплекса работ по строительству и благоустройству ключи от новых современных квартир получат жители города, оставшиеся без крыши над головой из-за известных событий, из-за бесчинственных нацистов. В Луганске восстановлена специализированная детско-юношеская спортшкола Олимпийского резерва по тяжёлой атлетике. Здание школы также было разрушено в ходе боевых действий. Школа не просто возрождена, отстроена. Обновлена её тренировочная база, специализированный зал тяжёлой атлетики, оборудованы раздевалки и душевые для спортсменов. Теперь здесь могут одновременно тренироваться 20 человек. В общей сложности сотни атлетов и любителей спорта. Общая площадь здания – 315 квадратных метров. Отмечу также, что несмотря на все трудности, о которых сказал уже, в Луганской Народной Республике продолжают работать порядка 50 учебно-спортивных учреждений. Это 41 спортшкола, 9 школы Олимпийского резерва. Хочу ещё раз выразить признательность всем, всем, кто участвует в программе развития и восстановления Донбасса и Новороссии, в налаживании жизни людей, и пожелать, безусловно, успехов в этой благородной работе и в будущем. Давайте перейдём к намеченному мероприятию. Пожалуйста, слово Марат Шкальзановичу Хусновину. Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, по Вашему поручению, правительство вместе с регионами, администрация президента, развернута активная работа по восстановлению инфраструктуры, реализации мероприятий по социально-экономическому развитию регионов. У нас мобилизовано 32 министерства, 8 наших крупнейших заказчиков, компании, госкомпании, 82 региона шефа. Вы назвали цифры, а суммарно, плюс ещё сами регионы за счёт своих средств восстанавливают определённые объекты. И вот суммарно у нас уже восстановлено 18 тысяч объектов. От маленьких до таких больших, как сегодня, до тех, которые сегодня имеют площадь десятки тысяч метров. Вообще, если так посчитать, мы каждый день в среднем на 4 региона заканчиваем строительством и ремонтом примерно 25-30 объектов. И вот сегодня ряд объектов мы открываем, которые на сегодняшнюю дату у нас готовы. Это жильё, когда мы говорим о 10 многоквартирных домах, это микрорайон в Мариуполе, много лет была незавершёнка, значит, плюс она пострадала во время определённых действий. Мы её оперативно, меньше чем за год, приняли решение о восстановлении. Вот сегодня порядка 600 квартир, значит, люди получают ключи. Плюс мы всего за это время, меньше чем за 700 дней, восстановили более 5 тысяч многоквартирных домов. И что ещё позитивно, что то решение, которое вы приняли по ипотеке, по 2%, что жители могут получать ипотеку, сегодня привело к тому, что большой спрос уже и на внебюджетное строительство. На 8 миллионов квадратных метров у нас подготовлен град-потенциал, и каждый месяц у нас добавляются новые строительные площадки, где уже за счёт внебюджетных средств ведётся строительство жилья. У нас сегодня очень активно идёт работа по восстановлению социальной инфраструктуры. Всего с начала работы более 2 тысяч объектов восстановлено социальной инфраструктуры. Это и садики, и школы, и вузы, причём такие, как Приазовский технологический университет, который вы видели. И сегодня мы открываем и Академию МВД, но при этом у нас буквально на днях откроется в Северодонецке профессиональный колледж строительный. И уже там 140 студентов есть. Несмотря на близкое расстояние к ленинскому прикосновению, люди хотят учиться, хотят получать рабочие специальности. Это большой колледж, несколько тысяч квадратных метров, там полноценно он заработает на днях. Значит, по медицине, кроме того прекрасного объекта, который по вашему личному поручению мы построили за самое короткое время, более тысячи человек строители, единый наш заказчик, подрядчик, работали круглосуточно, потому что по предыдущему роддому противник нанёс удары ракеты, и женщинам негде было рожать. И вот сегодня мы получили такой хороший, прямо достойный объект, очень красивый, профессиональный. Но кроме этого объекта, Владимир Владимирович, у нас сначала реализация программы 331 объект медицины построен, восстановлен, оснащён оборудованием. И мы сейчас с Минздравом сделали программу на три года восстановления всех объектов с каждым регионом, включая детские центры, по вашему поручению, в Мелитополе, включая, значит, ремонт существующих. А сейчас, после продления программы, мы делаем вообще уже до 30-го года полную программу по здравоохранению. Такую же полную программу с Министерством образования делаем по высшим учебным заведениям. По спорту. Вот сегодня вы один объект, мы сегодня открываем один, казалось бы, небольшой объект, а всего у нас объектов более 100 по спорту открыто. И мы планируем дальше продолжать их строить. И большая очень идёт работа по приведению порядок парков, благоустройства. И там тоже делается и восстанавливается большое количество объектов. Значит, кроме вот этих важных объектов, надо отметить, что ведётся работа по ремонту и строительству многофункциональных центров. У нас более 100 центров открыто. Там получают сегодня и пенсии, и документы. Более 2,4 миллионов граждан уже могут получить там и пенсии, и все необходимые документы. Буквально вот на днях мы открываем очередной многофункциональный центр в Донецкой области. Кроме этого, мы очень активно занимаемся дорогами. В прошлом году около 2 тысяч километров дорог построили. В этом году планируем тоже не менее прошлого года. Все планы есть, уже погода позволяет. Приступили к работам, значит, и в городах, и между населёнными пунктами, и большую трассу вдоль Азовского побережья мы тоже ремонтируем. Активно идёт работа по восстановлению экономики. Вот у нас мы буквально позавчера превысили цифру 100 участников в свободной экономической зоне. 100 участников, которые заявляют объём инвестиций 52 миллиарда. И интерес видим большой, ещё порядка двух десятков заявок у нас уже на оформление. Поэтому здесь тоже считаем, что эта часть экономики, она будет восстанавливаться, там много ремонтируется, строится, завозится оборудование. Владимир Владимирович, огромное вам спасибо за то внимание, которое вы уделяете. Задачи поставлены очень серьёзные. Мы надеемся, что так в штабном режиме все вместе мы справимся с поставленными задачами. Ещё раз вам огромное спасибо. Доклад закончен. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Михаил Альберич, пожалуйста. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением, сегодня мы открываем Донецкий республиканский перинатальный центр. Особенно важно, что это происходит в год семьи. И, как вы подчеркнули в своём послании к Федеральному собранию, рождение детей – это главное предназначение семьи. Центр на 140 коек мощностью до 7 тысяч родов в год – это головное учреждение республики, в котором доступны самые современные высокие технологии помощи матери и ребёнку, включая и реанимацию, и реабилитацию. Хочу отметить, что он полностью соответствует лицензионным требованиям Российской Федерации. Ну а если, наверное, уйти от сухих цифр, надо сказать и характеристик. Он просто красив, Владимир Владимирович. Хочу отметить, что уделили внимание оснащению кадрами, обеспечению функционирования именно с использованием всего оборудования в полном объёме. И фактически с первого дня Центр окушерства и гинекологии имени Кулакова обучал специалистов, сопровождал строительство этого центра, запуск обеспечивал. Кадровый вопрос – это самый ключевой, то, что сегодня находится в Центре внимания Минздрава. Ну и хочу отметить, что в Центре среди специалистов, врачей, есть выпускники Донецкого государственного медицинского университета и среднемедицинский персонал – выпускники медицинского колледжа. Новый перинатальный центр фактически формирует единую, как во всей стране, трёхуровневую систему оказания медицинской помощи матери и новорожденному, ну и, конечно же, вливается в плеяду тех перинатальных центров, которые, по вашему поручению, были построены во всей стране. И что, в общем-то, обеспечивает нам сегодня исторические минимумы младенческой смертности. Хочу отметить, уважаемый Владимир Владимирович, что положительный тренд рождаемости в регионе имеется. За прошедший год принято более чем 7400 родов, что на 6% больше, чем годом ранее. И это, наверное, интегральный показатель доверия к тому, что сегодня происходит в регионе. Завершая тему детства, хочу сказать, что с середины прошлого года в Донецкой Народной Республике и в остальных новых субъектах Российской Федерации стал доступен неонатальный скрининг новорожденных, самый широкий в мире, который сегодня производится в нашей стране. И выявлено 7 детей с врожденными наследственными заболеваниями, которые тут же были подхвачены и обеспечены лекарственной терапией по линии фонда «Круг добра». Важно, конечно же, обеспечивать полный комплексный подход к развитию. И в рамках программы социально-экономического развития новых регионов уже сегодня созданы три региональных сосудистых центра, первичное сосудистое отделение, идет развитие четырех онкологических диспансеров, пять тысяч автоматизированных мест закуплено. Ну и, конечно же, включили всех жителей в программу лекарственного обеспечения, включая в том числе и дорогостоящими лекарственными препаратами для лечения социально значимых заболеваний, сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний. И все то, что сегодня реализуется в рамках программы государственных гарантий. Хочу отметить, что сегодня утром был открыт в рамках онкологического диспансера новый блок по лучевой терапии для пациентов. Это два гамма-терапевтических аппарата в Луганске. Такой помощи фактически не было раньше в данном субъекте. И это, конечно же, создает новые условия для лечения и спасения жизни людей. Хочу выразить благодарность, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, вам за то максимальное внимание к системе здравоохранения и в новых субъектах, в том числе, конечно же, сказать слова благодарности коллегам из Минстроя, конечно же, единому заказчику в сфере строительства, Роспотребнадзору, ФМБА. И, конечно же, Марат Шахерзиановичу и Татьяне Алексеевне Голиковой. Потому что все вместе реализовываем эти проекты, и действительно это чувствуют сегодня люди. Спасибо вам большое. Спасибо. И я хотел бы передать слово главному врачу Донецкого республиканского перинатального центра. Аня Александровна, как прошло новоселье? Я так понимаю, что в конце года уже работы были закончены, в конце прошлого года. Мы покажаем Владимир Владимирович. Работа начата активно. В честь сегодняшнего события не только уже заселились беременные, которые ожидают рождения, но и уже родили женщины. В связи с этим хочу сказать вам, что, живя почти 10 лет на войне и ожидая мира, скорейшего его наступления, знамением мира, наверное, сегодня и является открытие нового перинатального центра, который построен в крайне кратчайшие сроки при вашем непосредственном участии. Наверное, символично, что на военных территориях возрождение начинается с благоустройства дома, где появляется рождение новой жизни. И, имея богатый опыт и очень мощную акушерско-гинекологическую школу, которую создал профессор Чайка Владимир Кириллович еще советских ребенок, собрав все лучшее, сегодня мы можем это реорганизовать, преумножить и реализовать в новом Донецком республиканском перинатальном центре имени профессора Чайки. Испытываю чувство гордости, что мы сегодня можем продолжать оказывать качественно высокоспециализированную помощь нашим женщинам и их семьям. И думаю, что наш перинатальный центр станет новым символом Донецка, потому что такого акушерско-нанотального учреждения на новых территориях нигде пока нет. Слова искренней благодарности, кроме строителей, которые максимально быстро выстроили наш дом, хочу сказать за непосредственное участие министру здравоохранения Мурашку Михаила Геотовичу, директору, академику сухих Геннадию Тихоновичу и сотруднику экономического акова, который нас сопровождает, и многим врачам-волонтерам из России, из разных уголков, которые внесли свой неоценимый вклад в организацию кадров, обучение, работе на новой аппаратуре, и, наверное, самое главное, за человечность, которая присуща русским людям. Должен сказать, что война нас очень сильно изменила, она изменила наши приоритеты, изменила наши ценности. Иногда мне даже кажется, что, наверное, намного в лучшую сторону. Несмотря на колоссальный прогрессирующий кадровый дефицит, нам удалось за последнее время, наверное, вырастить очень сильное молодое поколение с хорошими изначальными истоками, и самое главное, сохранить золотой потенциал оставшихся высокоспециализированных специалистов совместно с нашим мед. университетом. Открытие сегодня перинатального центра в начале весны года семьи, наверное, крайне символично, потому что демографическая ситуация крайне удручающая, и только формирование правильной доминанты многодетности в семье, скажем, главных ценностей семейных, устоев правильных, является залогом того, что со временем мы сможем восполнить, а через несколько поколений, наверное, приумножить репутативный потенциал. Вы знаете, все новое воспринимается не сразу и, наверное, нелегко, но, наверное, точно так же не сразу и нелегко вся республика восприняла наличие будущего нового перинатального центра. Но увидев, в каких условиях можно работать, на какой аппаратуре можно творить добро, мне кажется, это сегодня залог того, что открытие нового центра, реконструкция старого корпуса и реорганизация здравоохранения в целом на современном уровне, на всех новых территориях, и есть тот залог, когда семьи будут выбирать жить здесь, рожать здесь, работать здесь и приумножать славу России именно здесь. Поэтому в заключении хочется еще раз поблагодарить лично вас, знаете, за мудрость, иногда, мне кажется, бесстрашие, милосердие, за любовь к родине, и весь русский народ, за ту помощь, из которого мы бы не стали сегодня частью большой России. Поэтому здоровья и мира вам и нам в том числе. Спасибо большое за такой прекрасный подарок нашей республике. Спасибо, Анна Александровна. Вот вы назвали ряд наших ведущих, учреждений здравоохранения. Ваши сотрудники выезжают тоже в Москву, да, и знакомятся с современными методами работы. Как происходит процесс повышения квалификации? Нам очень повезло, что наш шеф, институт имени Кулакова, мы давно знакомы были и до 2014 года, и наше содружество длилось до начала СВО, и тогда это стали непосредственно наши шефы, мы не только испытывали их помощь, они приезжают к нам, но и наши специалисты выезжают туда, мы в постоянном контакте по телеграм-каналам, на телефонах, какие-то случаи. Мы являемся участниками кассы критических акушерских состояний, у нас широкие возможности сегодня телемедицинских консультаций, это ежедневно, постоянно, то есть наше сотрудничество происходит, ну, скажем, ежеминутно. Да, работа таких центров, это, об этом говорит практика в самой России. За последние годы она резко улучшает ситуацию в регионах, где появляются такие центры, так что я искренне вас поздравляю и желаю вам всего самого доброго. Денис Владимирович, добавите что-то. Уважаемый Владимир Владимирович, ну, действительно, для нас Донецко-Республиканский пренатальный центр первого имени профессора Владимира Кирилловича Чайки, ну, он начал уже свою работу, и начал достаточно, ну, скажем, эффективно и продуктивно в первый же день, потому что, вот, Анна Александровна сказала, сегодня уже родились двое малышей, потому что, ну, вот, они не ждут. Открылся пренатальный центр, вот они родились. Мальчик Володя и девочка Ева, вот, сегодня появились на свет. После мероприятия будет возможность как раз пойти поздравить, потому что это вот все происходило практически в последние моменты. Но, вы знаете, тут только слова благодарности за вот то отношение. Мы же видим, когда, ну, по-разному происходило на предыдущих этапах, все, когда где-то делалось для галочки, я говорю, до 2014 года, и мы с этим сталкивались, с этим жили. А сейчас, особенно, когда мы стали субъектом Российской Федерации, мы видим, когда с душой действительно подходят, вот, чтобы не делали, как наши регионные шефы, так, профильные министерства федеральные. Ну, вот, в данном случае строители, ну, несмотря на то, что опасно, несмотря на то, что там дополнительные какие-то риски, бьют и ставят рекорды. Это прям здорово, это ощущается всеми жителями. И, конечно же, вот такой современный перинатальный центр, это очень серьезный вклад, вот, для того, чтобы улучшать демографию. А мы на этом делаем этот акцент. И от того, что у нас появляются такие фундаментальные возможности в регионе, конечно же, мы ставим для себя достаточно амбициозную цель. Потому что Донбассу предстоит очень серьезную задачу реализовать по восстановлению промышленности. Соответственно, жителей Донбасса должно быть много. Об этом мы должны позаботиться уже сейчас. Даже несмотря на то, что еще идет специальная военная операция. Поэтому с этим справимся. Прикладываем все возможное участие. Владимир Владимирович, вам большое спасибо. Потому что, несмотря на все сложности, принимаются вот такие решения. Спасибо огромное всем, кто принимал непосредственно личное участие на всех этапах. Видим, ценим. Мы, как жители Донбасса, конечно же, имеем возможность сравнивать с разными периодами. Сейчас мы настроены оптимистично и видим, как развивается Донбасс в составе нашей большой страны. Спасибо большое. Евгений Александрович, добавите что-то? Глубоко уважаемый Владимир Владимирович. Добрый день, Марат Шказианович. Добрый день, уважаемые участники мероприятия. Хочу что сказать. Хочу вас поприветствовать из города Мариуполя, с нового микрорайона. Мы находимся на улице Гуголь. А вот прекрасный новый современный квартал, как уже говорил Марат Шказианович, 10 домов, 10 корпусов, построено за короткий срок, буквально менее года. И хочу поблагодарить единого заказчика за хорошую работу, то, что квартал сделан современным по всем нормативам, с детскими площадками. Он сделан современными спортивными площадками, с парковками, надземными, с обычными зонами. Квартиры получились светлые, просторные. Сразу сделаны они с ремонтом и оборудованы электрическими печами. Вот все необходимые сантехники для проживания. Вот данные квартиры, как вы уже сказали, будут представляться те жители, которые потеряли свое жилье в ходе специальной военной операции. К сожалению, у нас еще есть несколько тысяч таких людей. И мы продолжаем эту программу строительства, продолжаем программу восстановления Донецкой Народной Республики и Орды Мариуполя. Наверное, лучшие слова скажут жители, те люди, которые будут жить в новом квартале. Поэтому с вашего решения хочу передать слово Патерине Алексеевне. Да, конечно. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите... Разрешите мне от имени Новоселов и всех наших мариупольцев поблагодарить вас и граждан России за ту огромную помощь, которую оказываете нам в восстановлении нашего любимого города. Вот, наконец, подошла и наша очередь в получении жилья. Большое спасибо вам, очень признательны, и строителям всем, что нам построили такие замечательные квартиры, где могут счастливо жить мы, и наши дети, и наши внуки. Спасибо за то, что мы Россия. Спасибо огромное вам за всё. Вам спасибо за ваш героизм и за ваш настрой в отношении России в целом, в отношении памяти, которая связывает людей на всех территориях огромной нашей страны. И нашей общей культуры, наших общих традиций. Мы один народ, и мы никогда об этом не забывали и не забудем. Всегда будем исходить именно из этого. Ну, а вам огромное спасибо, что вы не забыли об этом тогда, когда было особенно тяжело. И помните сейчас. Это основа основ восстановления нашего единства. Но я хотел бы сейчас вернуться к Евгению Александровичу. Евгений Александрович, там 9 домов закончено, а ещё, по-моему, один нет. Да, ещё один на завершающей стадии, пару месяцев, и тоже завершит единый заказчик это строительство дома. Мы его планируем сдать в ближайшее время. Он на завершающей стадии, там уже идут отделочные работы. Хорошо. Марс Шагзианович, а вот в целом по жилищному строительству? В целом, Владимир Ильич, мы планируем к концу этого года в Мариуполе восстановить практически все многоквартирные дома. У нас вот такая стоит задача, если в центре, которые были тяжёлые дома, исторические, может и останутся, 2-3 дома, может, то в целом мы закончим раз. Второе. У нас есть пока вопрос с восстановлением ИЖС. Мы сейчас усиливаем эту работу, чтобы помочь гражданам восстановить своё индивидуальное жилищное строительство. Но и следующий блок, то, что я сказал, у нас порядка 8 миллионов квадратных метров уже подготовленной площадки. Есть интерес, вот те строители, которые сегодня приехали и там выполняли эту задачу, готовы и дальше продолжать работать уже с участием банков. Двухпроцентная ипотека имеет очень большой спрос. Вот задача этот спрос удовлетворить предложением. Работаем в штабном режиме, с Минстроем составили программу развития жилищного строительства по всем четырём населённым пунктам. Включая то, что вы получали по Херсону, это фактически новый город. Значит, включая по Мелитополю, по Мариуполю, по Донецку, Владимир Ильич, мы прямо вот все незавершёнки посчитали. Посчитали все площадки, сколько есть сетей. То есть, вот программа, в хорошем смысле слова, раскручивается, набирает обороты. Занимаемся в ручном режиме. Считаем, что рост жилищного строительства, он будет драйвером, одним из драйверов. Мы считаем, что вот это решение ещё по ипотеке для наших военнослужащиков и представителей наших социальных структур, значит, и кто работает на территориях. Мы считаем, что будет очень большой интерес, и многие останутся там жить и работать. Поэтому надо строить больше жилья. Для этого у нас все инструменты есть. Спасибо вам, вы все решения приняли. Нам только работать, Владимир Владимирович. Хорошо. Спасибо большое. Волгоградская академия МВД Павловенков Роман Васильевич. Пожалуйста. Товарищ Верховный Главнокомандующий, докладываю от центрального входа нового учебного корпуса Донецкого филиала Волгоградской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации. Всего лишь год тому назад на этом месте стояли разрушенные корпуса Мариупольского училища профессиональной подготовки работников милиции. В кратчайшие сроки был подготовлен проект и реализован комплекс ремонтно-восстановительных работ. Все проектные решения реализовывались с учетом особенностей функционирования объектов ведомственной системы подготовки кадров. Это и особенность реализации образовательных программ, обеспечения жизнедеятельности и антирористической защищенности. При подготовке технического задания учитывалась перспективная модель с масштабным использованием современных презентационных средств, тренажеров и аппаратно-программных комплексов. Учебный комплекс площадью более 11 тысяч квадратных метров. Лекционные залы, учебные аудитории, в том числе для работы со сведениями, составляющими государственную тайну. Комфортные условия проживания курсантов. Два тира, три спортивных зала, специальная и общая библиотеки. Все учебные аудитории объединены в единую систему учебного телевидения, которые позволяют получать необходимую информацию в актуальном виде. Мы находимся сейчас с вами здесь, в Мариуполе, и осуществляем подготовку к началу образовательного процесса. В это время курсанты Донецкой Народной Республики продолжают обучение в городе-герое Волгограде. Ребята включены в единую систему для вузов МВД России по профессиональному патриотическому воспитанию. В этой связи, наверное, город-герой Волгоград-Сталинград лучший для этого места. Полгода тому назад 269 курсантов Дончан 1, 2 и 3 курса приняли присягу сотрудника органов внутренних дел на главной высоте России на Мамаевом кургане. 39 из них являются участниками боевых действий. На новом месте все готово для начала образовательного процесса и для того, чтобы ребята получили необходимые знания и навыки и смогли стать настоящими профессионалами. Весь комплекс насыщен современным оборудованием, эмитационные стрелковые центры, аппаратно-программные комплексы, моделирующие деятельность сотрудника в различных условиях обстановки с использованием виртуальной и дополненной реальности. Тренажеры для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, коммунистические полигонные центры. Учитывая изменения, которые происходят в Мариуполе, мы часто здесь появляемся и видим стремительное возрождение города. Мы убеждены, что появление здесь такого объекта, нового учебного корпуса, станет одним из символов возрождения города и всего Донбасса. И доказательством, убедительным доказательством созидательной роли России в его новейшей истории. Доклад закончил. Спасибо большое. Надеюсь, что это учебное заведение внесёт свой вклад в работу правоохранительных органов, будет готовить, качественно будет готовить личный состав. Это одна из таких заметных проблем сегодняшнего дня на всех новых территориях. Нужно налаживать работу правоохранительных органов так, чтобы люди чувствовали себя в безопасности во всех смыслах этого слова. Это очень важная большая работа и подготовка кадров по этому направлению имеет огромное значение. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, добрый день, уважаемые коллеги. Я в первую очередь, конечно, хотел бы выразить слова огромной благодарности лично вам, Владимир Владимирович, правительству нашей великой страны, всем жителям России за то внимание и ту помощь, которая сегодня оказывается нашему региону. В рамках отданного вами поручения на территории республики, конечно, выполняется на сегодняшний день очень многое, в том числе по направлениям образования и спорта. Вот сегодня для нас очень важный день. Мы открываем специализированный тренажёрный зал по тяжёлой атлетике в спортивной школе Олимпийского резерва. Это очень важное знаковое мероприятие для всех молодых людей, которые активно занимаются спортом. И хотелось бы отметить, что на сегодняшний день у нас на территории республики развивается около 77 видов спорта. Работает 41 спортивная школа, 9 спортивных школ Олимпийского резерва, центры олимпийской подготовки Олимпспорт и инвалидного спорта Инваспорт. Я уверен и я, в принципе, это точно знаю, что наши ребята, наша молодёжь обладает очень большим потенциалом и хорошими в этом смысле слова, здоровыми амбициями в плане занятия спортом, в плане принятия участия в различных соревнованиях. И, конечно же, мы сегодня, как руководство республики, под вашим руководством, должны сделать всё необходимое для того, чтобы ребятам было комфортно тренироваться и для того, чтобы они одерживали победы на соревнованиях различного уровня. Хотелось бы отметить, что, к большому сожалению, ещё со времён Украины спорту не уделялось абсолютно никакого внимания, издание пришло в полную негодность и, помимо этого, ещё и пострадало от обстрелов во время, так сказать, вооружённого противостояния с вооружёнными силами Украины, с неонацистами. Вот. Но и, в общем-то, отсутствие окон, отсутствие ремонта, отсутствие тепла, отсутствие коммуникаций не позволяли здесь заниматься, в общем-то, спортом, проводить какие-либо тренировки. Поэтому нами было принято решение о проведении капитального ремонта, который, в общем-то, был осуществлён в рамках программы социально-экономического развития наших регионов совместно с Министерством спорта. Хотелось бы сказать, что строители не только восстановили полностью все коммуникации, восстановили фасад, все, в общем-то, вспомогательные помещения, раздевалки, душевые кабины, но и, самое главное, зал оборудован специализированным напольным покрытием, которое предусмотрено именно для тренировок и проведения занятий по тяжёлой атлетике. Поэтому на сегодняшний день мы имеем возможность здесь не только проводить тренировки, но и соревнования по тяжёлой атлетике и по другим видам спорта. Ну и, конечно же, хотелось бы выразить слова благодарности всем, кто принимал участие в восстановлении и строительстве этого здания. Это, конечно же, Министерство спорта России. Это, конечно же, публично-правовая компания, единый заказчик в сфере строительства. И, конечно же, представители общества с ограниченной ответственностью, спецтранс, спецснаптранс, которые, в общем-то, непосредственно выполнили данный ремонт. Ну и мы от себя, Владимир Владимирович, заверяем вас, что своими, в общем-то, настойчивыми тренировками, своим настойчивым трудом в области тяжёлой атлетики, и не только наши спортсмены будут отстаивать честь нашей страны на соревнованиях любого уровня. Ещё раз спасибо огромное, Владимир Владимирович. Всё это стало возможным после того, когда мы вошли в состав нашей великой страны, мы вернулись домой, мы этому очень рады. Спасибо огромное. Леонид Иванович, мы сейчас вернёмся ещё к спортивному объекту, но по поводу филиала Академии МВД, который открылся в Донецкой Республике, я исхожу из того, что это будет региональный центр, который поможет и готовить там специалистов для всего региона. Ну, безусловно, конечно же, мы с огромным удовольствием отправим наших ребят учиться на территорию Донецкой Народной Республики. У нас есть масса желающих, в общем-то, да и на территории Республики у нас есть, в общем-то, свой университет внутренних дел, который также готовит специалистов по направлениям, ну, оперативным направлениям, по следственным направлениям, готовит тех ребят, которые, в общем-то, готовы встать на защиту экономических интересов и других интересов жителей нашей страны и нашей страны в целом. Нужно что-то сделать по поддержке этого учебного заведения? Кто там сейчас, как работа нам складывается? Все возможное на сегодняшний день нами делается, ребята занимаются, качество подготовки не страдает, но, безусловно, если, в общем-то, будет возможность помочь ремонтам, потому что я знаю, что в этом здании давно не проводился никакой ремонт, то мы были бы очень-очень благодарны. Леонид Иванович, я обязательно переговорю с министром внутренних дел, с Владимиром Ивановичем Колокольцевым, и вместе с ним пообсуждайте, как оптимизировать эту работу, с тем, чтобы использовать то учебное заведение, которое появилось в Мариуполе, и поддержать ваше учебное заведение, так, чтобы подготовка кадров была поставлена на нужный уровень, имея в виду большую потребность сотрудников внутренних дел для поддержания правопорядка. Хорошо, есть. Все сделаем, Владимир Иванович. Есть. Договорились. Ну и, пожалуйста, Илья Викторович, директор спортивной школы Олимпийского резерва. Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте. Позвольте поблагодарить вас от лица спортивного сообщества, так как именно при вашей поддержке развитие физической культуры и спорта продолжается не только на территории нашей республики, но и по всей территории нашей страны. Начало нашей спортивной школы было заложено в 2015 году. Именно в этом году в городе Луганске впервые произвелся набор спортсменов, которые решили заняться в секции тяжелой атлетики. Проводились собрания для формирования спортивной федерации. Также именно в этом году уже начали проводиться соревнования по тяжелоатлетике. Мария Сергеевна, а вы тоже тяжелоатлет? Да, здравствуй, Владимир Владимирович. Занимаетесь тяжелоатлетикой? Тяжелоатлетикой занимаетесь? Да, я мастер спорта. И продолжаете заниматься? И действующая спортсменка на данный момент. Всегда казалось, что тяжелоатлетика – это как бы не женский вид спорта. Но я знаю, что девочка давно занимается, но тем не менее. Стараемся менять стереотипы про тяжелоатлетику и девушек в этом виде спорта. Как распределяются у вас спортсмены и спортсменки? Девушек много пришло заниматься? Так как я еще действующий тренер, то у меня две группы спортсменов. И около 60% тренируют девочек, 40% мальчиков. Так что девочки развиваются в этом виде спорта. Будем показывать хороший результат. То есть девчонок больше, чем ребят, да? Это именно в моей группе. Потому что мне нравятся тренер. Да, да. Я располагаю к себе девочек. Понятно. Условия созданы достаточные для того, чтобы показывать эти результаты? Благодаря открытию такого зала, как и сейчас у нас, это благоприятные условия для создания тренировок, проведения соревнований. В дальнейшей перспективе это подготовка сильнейших тяжелоатлетов республики. Также благоприятные условия усовершенствования техники, развития физических качеств тяжелоатлетов. Тем более совсем недавно я сама готовилась к соревнованиям в немножко другом зале, более тесном и на старом оборудовании. Сейчас очень хорошие условия, перспектива есть, будем над этим работать. А вот молодой человек, я смотрю, там стоит тоже спортсмен, который занимается в этой школе, да? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Да, я занимаюсь тяжелоатлетикой, кандидат мастера спорта по тяжелоатлетике. Являюсь бронзовым призером России в рывке до 23 лет. Также я выиграл многие всероссийские соревнования, являюсь однократным призером и чемпионом Луганской и Донецкой Народной Республики. Ну здорово. Надеюсь, что в новых условиях будет лучше работать. Надеюсь, что в новых условиях будет лучше вам работать, развивая свой потенциал и свои таланты спортивные. Да, конечно, спасибо большое, что предоставляете нам такую возможность, развиваете наш регион и в нашем регионе появляется все больше и больше новых спортивных объектов. И что мы видим поддержку огромную, колоссальную и можем себя развивать все больше и больше. Ну отлично, желаю вам успехов. Леонид Иванович, вот по этой, по линии поддержки спорта, какие самые важные вопросы сейчас подлежат решению, на ваш взгляд? И являются первоочередными? Владимир Владимирович, ну если можно, проблема у нас по футболу. На сегодняшний день у нас очень сильная команда по футболу. В общем-то мы хотим восстановить доброе имя футбольного клуба «Заря». Но вот у нас, в общем-то, в очень, ну скажем так, непригодном состоянии находится стадион «Авангард». Это наш центральный стадион города Луганска. И если бы можно было, в общем-то, восстановить его, ну, новый строить не нужно, нужно провести, ну, капитальный ремонт этого. Это было бы очень здорово, потому что на сегодняшний день, в общем-то, и жители Луганской Народной Республики проявляют огромный интерес к футболу. Вот, ребятишки с большим удовольствием занимаются. Ну, в общем-то, и футбольный клуб «Заря», и те клубы, которые на сегодня есть, это и «Алчевский Металлург», это и команда шахтеров в городе Свердловске, и «Заря» наша. Ну, мы бы, в общем, занимались бы очень серьезно и составили бы такой мощный костяк спортивного сообщества по футболу в Луганской Народной Республике. Но у нас нет места, где тренироваться. Если нам будет оказана такая помощь, мы будем очень-очень благодарны. Спасибо. Обязательно. Леонид Иванович, и к руководителю Донецкой Республики хочу обратиться. Вот что хочу сказать. У нас намечена есть программа социально-экономического развития новых территорий. Она включает 282 мероприятия. Это 32 ведомства, федеральных ведомства будут принимать участие в реализации этих программ. 26 госкомпаний, 82 региона Российской Федерации. Общий объём финансирования из всех источников – 4,4 триллиона рублей. Это приличные деньги. На 2023-2025 годы. Это очень приличные деньги. И в этой связи хочу обратить внимание Мара Шахерзиановича. Мара Шахерзианович, посмотрите, пожалуйста, ещё раз с коллегами проработайте и в Херсонской области, в Запорожье, в Донецкой Республике и в Луганской. Вот первоочередные вещи социального характера. Леонид Иванович абсолютно прав. Но я понимаю, мы все понимаем, что проблем с безопасностью ещё хватает. Но на вещи подобного рода, на социальные объекты нужно обратить, конечно, первостепенное внимание. А в целом я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой работе, в строительстве, восстановлении соответствующих учреждений, жилого фонда. Хочу выразить надежду на то, что мы будем работать так же эффективно и в ближайшем и в более отдалённой перспективе, в ближайшем будущем и в более отдалённой перспективе. Просто никаких сомнений в этом нет. Надо добиться только того, чтобы каждый вложенный рубль из этих четырёх с лишним триллионов эффективно работал на благо людей, которые проживают на этих территориях. Люди этого заслуживают. Они, я уже сказал это в начале нашей встречи, проявили невероятное мужество и героизм, имея в виду то, что им пришлось пережить, и сохранили стремление к воссоединению с Россией. Поэтому мы со своей стороны должны сделать и сделаем всё, что от нас зависит, для того, чтобы вот эти ожидания людей были оправданы. Ещё раз хочу поблагодарить строителей, организаторов этой работы и пожелать всего самого доброго. Спасибо.